Плакат «Ответственность за результат» висит на «Атомаше» не просто так. Завод отгружает уже пятый корпус ядерного реактора за год. А это действительно выдающийся результат. Абсолютный рекорд атомного машиностроения за всю его историю. Изготовили этот агрегат для энергоблока первой в Турции АЭС «Акуил», которая строится по российскому проекту и в итоге будет давать десятую часть нужной стране электроэнергии. Работа шла три года, и всё это время было открыто для партнёров. Они действительно приезжают, они живут здесь. И это же цикл, вы понимаете, реактор делается три года. То есть они фактически проживают на территории Волгодонска, ну или любой площадки, где происходит изготовление оборудования, и надзирают за ним. И здесь у нас нет от них тайн, потому что тайны или какие-то недомолвки, они всегда рождают недоверие. А наше оборудование такой истории не терпит. Турецкие партнёры поздравили Атамашуса в виде обращения. По традиции вынесли фотографию нового корпуса, символически подписали, и трак с агрегатом выехал из цеха. Дальше он отправляется на спецпричал, оттуда на барже пройдёт 3000 километров до Турции. Последние дни для завода выдались праздничными. Отметили День машиностроителя, теперь это рекордная отгрузка. А 28 сентября Атамаш будет отмечать День атомщика. Самый лучший пример высокотехнологичного экспорта. То есть наша российская продукция, наша ростовская продукция, ростовская область, конкурентоспособная, на мировом рынке, востребованная, качественная. Это ещё одно этому подтверждение. Нам это очень важно, потому что это развитие города Волгодонска, это развитие нашего машиностроения, и это сохранение нашего экспорта, сохранение партнёрских связей с теми странами, которые дружески относятся к нашей стране. Атамаш производит реакторы для Индии, Китая, Турции, Египта. Совсем скоро начнётся работа для венгерского проекта АЭС. Длина такого агрегата 13 метров, диаметр 4,5, вес 320 тонн. На АКУЮ будет 4 энергоблока с российскими реакторами. Мощность каждого из них – 1200 мегаватт. При каждой отгрузке завершающим этапом становится групповой снимок на фоне реактора, который вот-вот отправится в путь. Даниил Мершниченко, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Продолжение следует...